Народ всегда имеет право на иллюстрацию, и у него есть эта возможность раз в 4 года на выборах. Но народ этим не пользуется. Вы их называете выводами, я их называю последствиями. Последствиями той практически идиотской реформы политического переустройства Кыргызстана, которая у нас происходила в рамках конституционной реформы. В Кыргызстане мы пытаемся как-то искусственно это все сформировать. Правительство, коалицию, это все и так далее. Но это у нас не получается, у нас все равно получаются кланы. Вот есть система сдержек и противорезов для недопущения произвола. В нашей стране, наоборот, очень много существует системы сдержек для того, чтобы сохранять стабильность в произволе. Если не будет МВД, ГК, МВД, то преступление уменьшится в 15 раз. Правоохранительная система является главной, крышующей. А это тот еще человек, он возьмет и скажет, выделяю 100 миллионов сумм на рынок. Но, но, и напишет там, через такой-то банк провести, через такой-то логистический центр отвезти, через такого-то человека передать. Это программа «Нить накала». У нас в гостях молодой и амбициозный политик, лидер партии социал-демократы Темерлан Султанбеков. Говорим о возвращении блудных президентов и о том, почему брать у них интервью – это плохо. О Кемперабадском деле и его перспективе. О последствиях реформы госуправления. О том, как Садыр Джапаров потерял связь с самим собой из прошлого и почему он стал чужим для всех политических элит. И почему премьер-министра нужно гнать в отставку немедленнее секунды. Вопросы гостю задают Юлия Кулешова, Дмитрий Ложников, Айдай Токтогулова и Олеся Цурикова. Снимает и монтирует Эрмек Адылтегин. Первый мой вопрос связан с тем, что с момента освобождения Алмазбека Атамваева вы практически не появлялись в публичном пространстве. Особенно если сравнивать с вашей прежней активностью политической и общественной. С чем было это связано? И вот сейчас вы появились, чем будете заниматься? Спасибо большое. Но я не заметил, что мы, как бы сказать, вот... Возможно, как-то одна из тем таких больших, она теперь снята по большей части. Но мы в любом случае вот все это время продолжали свою деятельность практически очень активно. Высказывались по всем событиям общественно важным, политическим, экономическим, практически по всем событиям. Поэтому, в принципе, работа продолжается, как она и велась. В принципе, мы никуда не исчезали. Естественно, мы как бы отлучались в связи с тем, что необходимо было решить какие-то организационные вопросы. Но сейчас мы продолжаем свою деятельность в штатном режиме. А чем занимается Алмазбек Атамбаев? Алмазбек Атамбаев сейчас находится в Испании. В посольстве Испании в Абудабе ему было предложено, значит, гражданство Испании. Но он, конечно же, отказался от гражданства. В Испании у него было несколько ряд встреч, безусловно, в том числе и с руководством Испании тоже было предложено. Но он отказался. И сейчас он проходит курс реабилитации, поскольку врачи, значит, исследовав все его болезни, обнаружили, что операцию сейчас делать нельзя, так как он слишком худой. То есть для того, чтобы вводить наркоз и получать медикаментозное обеспечение, тело должно, оказывается, обладать мышцами, и вес не должен быть меньше, чем какое-то там пороговое значение. Поэтому он сейчас находится в режиме том, что ему необходимо набрать вес и физически подготовиться к предстоящим трём операциям. А сколько это времени займет? Откуда он будет встречаться? Ну, это неизвестно, поскольку он никогда, в принципе, не был полным человеком, как бы мыслено, и это достаточно тяжёлый процесс для него. То есть потом он собирается всё же вернуться в Кыргызстан? Безусловно, и он об этом же открыто заявлял, что он вернётся в Кыргызстан. Конечно, он вернётся в Кыргызстан. А какие у него планы по возвращению? Он планирует какую-то деятельность? Политическую, возможно. Ну, это, наверное, лучше у него спрашивать. Ну, мы не можем. Я передам вот то самое, что... Вы посмотрели интервью с Бакиевым? Я посмотрел от начала до конца, да, посмотрел интервью с Бакиевым. Что скажете? Сказать, что вот... Я, в принципе, выпустил специальное заявление, поскольку там, видите, мы ответили на каждый пункт того заявления, что он там говорил. То есть по кумтору он говорил, по убитым говорил, по прочим, прочим. То есть по каждому пункту мы сделали заявление, потому что у него было очень много заявлений, ну, за 50 минут, вы понимаете, очень много поинтов можно сказать. Вот на каждое из них мы ответили. Но в целом, конечно, полная гнусная ложь и прям в духе пропаганды такой, знаете, да, прям видно, что на самом деле Кадр Кошелик нанес непоправимый урон, да, по авторитету государственной власти, по репутации власти. Непонятно, зачем вице-премьер Идиль Байсалов начинает защищать это. То есть абсолютно это не вяжется ни в так, ни в что. Непонятно, да, совсем. И сколько бы вот в обществе, сколько бы не хотелось верить в процесс реабилитации Бакиевых, все-таки факты есть факты. И сегодня, к сожалению, мы вот с удручанием только можем наблюдать за этим. Но с другой стороны, ну что такого, да, в самом интервью, да, если сам президент собирал всех бывших, поговорил с ними, и Кошалиев, да, берет интервью Бакиева с тем, чтобы взять потом интервью у других. То есть вот что, давайте разъясним для зрителей, да, что вы... Потому что у некоторых, да, возникают такие вопросы, что вы там такого. Тот же самый Диль Байсалов говорит, что вы там такого, здесь ничего такого нет. Ну как бы, да, с точки зрения каких-то канонов журналистики определенных, можно это трактовать как то, что Кошалиев дал возможность Бакиеву высказаться. Как бы он сам говорит, что он не нарушал никакую этику. Ну вы посмотрите, там же используются как бы логотипы, прочие-прочие, Кыргыза Алама, передачи, которая является интеллектуальным продуктом Кыргызской телерадиокомпании, это государственная телерадиокомпания. Транслировать экстремистским... Любым экстремистским материалом считается осуждено на пожизненное заключение человека, да, его информация. Для чего вообще человека изолируют или осуждают, например, чтобы изолировать от пагубного влияния на общество. Любые высказывания, речи и прочее находятся под строжайшим запретом для публикации, даже их портреты, изображения, книги, письма являются под запретом. Вы это прекрасно знаете. Просто правоохранительные органы находятся в недосягаемости, да. Так, если бы он был в Кыргызстане, его бы задержали, он содержался бы в тюрьме, это было бы под запретом. Вот как сейчас, например, нашли вот у Атая Бишембека телефон, да, его, значит, в ШИЗО отправили и так далее. Почему? Потому что задержанные не имеют права, а тем более осуждены на пожизненный срок. А здесь, в Кыргызской телерадиокомпании, да, вот как бы используются их логотипы, их авторская передача и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот это проблема. Но они единственное говорят, что мы не выпускали его в эфир, но при этом вот как это так получилось, что он использовал вот все эти логотипы, значит, все эти прочие вещи, значит, кто-то его монтировал, правильно? Он же, Кадыр Кошелев, сам не может это монтировать, сам снимать не может, то есть нужен оператор, сам не сможет. Это очень такой трудоемкий процесс, вы, журналист, это прекрасно знаете. Не, ну сегодня, в сегодняшних реалиях, в принципе, но любой, даже он может поставить. Да нет, монтировать можно, дело не в этом, что там кто монтировал, кто не монтировал. Было ощущение, что они опубликовали это сначала в Ютубе, чтобы посмотреть реакцию. И если бы реакция оказалась более-менее нейтральной, могли поставить и в эфир. А когда увидели негатив, просто отказались от этого. И это правильно, конечно. Но в целом... То же самое, что сейчас произошло с Акаевым, который приехал читать лекции, якобы сказав на границе, что приехал читать лекции. Потом, когда студенты политехнического университета высказались, так это у нас высказались против, университет отрекся, сказал, что никаких лекций не планировалось. Но вот эти все события... Не, университет не сказал, академия, так сказал. Да, да. Академия. И потом университет тоже сначала сказали, что сам ректорат отменил лекции, а потом появилось сообщение, что не-не-не, лекция вообще даже не планировалась. Я эти все события воспринимаю как звенья одной цепи. Вот они у меня укладываются в один и тот же пазл. Все эти события. Акаев, приезд, интервью Бакеева, интервью Акаева. Все это укладывается в один большой пазл. Реабилитация беглых президентов, которая ведется целенаправленно, методично и очень планомерно и грамотно. Консолидация народа. Но видите, консолидация народа. А что делать с теми, кто был убит? У меня к вам вопрос, как к лидеру партии социал-демократы. Партия социал-демократы готова принять этот процесс реабилитации. Ведь это же все постепенно делается, капается в мозги постепенно. И у людей меняется отношение. Вот посмотрите, бывший участок Бакеева, который на Джебек-Джилу, где был его дом сожженный, сейчас сделали детский реабилитационный центр. Шикарный, роскошный, очень красивый. Даже вот этот факт, уже как бы это свидетельство того, что каким-то образом постепенно меняют отношение к Бакееву. Я думаю, что это было желанием Бакеева, чтобы там так сделали. Это было конфисковано в связи с его преступлениями. Он был осужден. Вот в рамках этого судебного решения предусматривается конфискация имущества Бакеева. В том числе вот этот вот участок, на котором находился вот сожженный его дом. Это все было снесено. И там за счет государства было вот это все обустроено и построено. Это не как Бакееву. Наоборот, это свидетельство. Сегодня люди могут туда пойти и посмотреть. Любой президент может пойти и посмотреть, что с ним будет, если он будет неправильно работать. То есть у него даже не будет дома. Его дом снесут. И там построят то, что необходимо государству или стране. А могут посмотреть на Сорона Байя-Джинбекова и тоже... Потом ради консолидации страны его будут принимать, с ним будут разговаривать. Он будет приезжать. Что будет делать партия социал-демократы? Если вы... Давайте предположим, чисто гипотетически, да? Да, предположим, да? Бакеев вернулся, его там оправдали. Ну, предположим, да? Вот. Вы говорите, что такого быть не может. Но мы предположим. Что вы будете делать в этом случае? Ну, я думаю, что мы будем протестовать. Безусловно. Как? Поскольку, ну, это будут выработаны алгоритмы, будут выработаны специальные стратегии поведения. Но, как вы понимаете, вот вы же говорите, что это шаг за шагом делается, да? Вот на каждый шаг нужно адекватно реагировать в рамках закона. Поскольку мы понимаем, что этот процесс, да, сам по себе, он положит конец власти, если они все-таки пойдут на реабилитацию Бакиева. Но это практически невозможно, как вы понимаете. Вот сейчас Бакиев сам озвучил такую мысль в интервью, что над ним не было суда. То есть без него его судили и тому прочее, понимаете, да? На самом деле, да, что был закрыт там судей, его закрыли. Во дворце спорта проходил суд. Пять тысяч человек присутствовали во время судебных процессов, да? Судебный процесс длился несколько лет, вы знаете. Но его же там лично не было. Нет, смотрите, нет. Во-вторых, во-вторых, там транслировали это все КТР, ЛТР, Пятый канал. Все средства массовой информации транслировали по телеканалам. И такого открытого, публичного, гласного процесса не только в истории Кыргызстана, в мировом масштабе очень мало. Может быть, Нюрнбергский процесс был чем-то похож, но там были закрытые заседания, тоже ряд некоторых заседаний. Но там не было так много людей, не давали возможности присутствовать. Но практически я считаю, что это один из самых гласных, публичных, открытых процессов в истории планеты нашей всей. Поэтому нет никаких возможностей для Бакиева как-то реабилитироваться в юридическом плане. Почему? Потому что он был президентом страны, он прекрасно знает, если он не согласен с решением суда, что делает человек, он должен был обращаться в Комитет ООН по правам человека, он должен был обращаться в вышестоящие институты. Он должен... За столько лет ни разу человек не обратился в Комитет ООН по правам человека. За столько лет человек не обратился в соответствующие международные структуры. За столько лет не обратился, но вот сейчас в интервью сказал, что... Значит, его люди начали возвращаться на какие-то государственно важные посты. И он, наверное, чувствует... Время пришло. Вот у меня в связи с этим вопрос. Садыр Джапаров или сам, или через кого-то из своих приближенных говорил о том, что мы не должны смотреть, кто в чьей команде был. Мы должны смотреть на профессиональные качества. Логика понятна. Нужна ли люстрация, по вашему мнению? Люстрация, видите, это тоже очень тяжелый процесс. Почему? Потому что люстрация — это запрет на деятельность, например, какую-то политическую деятельность, на государственную деятельность. Но, с другой стороны, мы государство, которое уважает права человека. И каждый гражданин имеет право баллотироваться, каждый гражданин имеет право занимать. Поэтому здесь очень краеугольный камень, так сказать. Это вопрос очень краеугольный камень. Потому что, если мы введем эту люстрацию, то мы получим от силы западного и прогрессивного мира большие санкции, поскольку мы нарушим права человека. А с другой стороны, государство нуждается в этой люстрации, для того, чтобы как-то начать, наконец-то, двигаться вперед. Но, как вы видите, это зависит от народа. Народ всегда имеет право на люстрацию, и у него есть эта возможность раз в четыре года на выборах. Но народ этим не пользуется. То есть народ продолжает активно голосовать, подкупаться и голосовать за те политические силы, которые представляются теми, кого вы предлагаете сейчас иллюстрировать. В Википедии написано про вас, что вы, Тимирлан Султанбеков, лидер оппозиционной партии социал-демократы. Социал-демократы — это оппозиционная партия? Ну, Википедия — это, как сказать, это же свободная, я так понимаю. Кто угодно может чего написать. Да, кто угодно, что может написать. Но в целом, вот один раз у нас была беседа с главой государства, и он сказал, вот вы оппозиция, то все. Я сказал, ну, мы не оппозиция, в том плане, что вот мы непримиримая такая, да? Нет, вот то, что есть что-то хорошее, мы поддерживаем. Что-то есть плохое, мы об этом открыто заявляем и говорим, что-то нельзя, поэтому нельзя сказать, что мы... В Кыргызстане, видите, слово оппозиция не так понимается. Оппозиция — это значит, вот они против власти, и до конца за то, что их свергли, например, да? И наоборот, вот, коалиция. Все это неправильно, не в том понимании оппозиции. То есть вы считаете, что оппозиция должна идти навстречу к властям, да? По какому вопросу? Чтобы решать вопросы. Не, безусловно. В нормальных странах оппозиция и позиция, они работают вместе, вот в парламенте, например. А у нас, как считается, вот оппозиция — это те, кто, наоборот, не попал в парламент. То есть у нас нет внутри парламента, как бы, деления на оппозицию и оппозицию. Ведь это тоже трудный, тяжелый вопрос. В Кыргызстане мы пытаемся, как-то искусственно это все сформировать. Правительство, коалицию, это все и так далее. Но это у нас не получается. У нас все равно получается кланы. У нас в любом случае, вот, получается кланы, кланы. Или вот, как один известный российский государственный политический деятель сказал, мы хотели построить замечательную организацию, но снова получился КПСС. Вот в том же плане, да, мы даже до КПСС не дотягиваем, к сожалению. Но сегодня, если быть в оппозиции, то, наверное, лучше быть в такой оппозиции, скажем, так мягкой. Потому что, как только кто-то начинает более резко высказывать мнение, требовать чего-то там открытого обсуждения по тем же землям, как и есть, риск того, что их объявят там врагами, обвиняют в захвате властей и посадят. Нет, открыто кто заявлял, они не всех сажают. Очень многие высказывали критику, причем публично, открыто, и более заявления были сильнее. Но обратите внимание, после того, как посадили, особо никто не высказывает. И не высказывались, и даже после посадки были голосования, и больше 20 депутатов голосовали против, то есть нельзя сказать, что вы свободны. Другое дело то, что вот мне звонил, даже вот нам звонил Равшан Джеймбеков и приглашал на вот эту вот встречу, но мы сразу отказались. Касса Италия. Да, мы сразу отказались. Почему? Потому что я считаю, каждый должен высказывать свое мнение. Власть должна отказаться, лидеры оппозиции, политические партии и прочее. Вот эти все совместные встречи и так далее, это же все равно нагнетание. Ну а почему нельзя просто пойти с товарищами, поговорить? Потому что это будет использовано против них. Я вот прекрасно, в Кыргызстане каждый политический деятель. Понимаете, где будут риски. Это риск. Каждый политический деятель должен понимать, что надо действовать строго в рамках законодательства. Если вы хотите что-то там сами организовать, какую-то акцию, пожалуйста, организовывайте как по своему джингу. Но когда это начинает все вместе, это может непредсказуемое событие. Ну то есть лучше не собираться сегодня, да, большую тряхку? Нет, пусть собираются, почему нет? Ну, опосян может быть. Так там и собирались просто побеседовать. Вот, но это же использовали против них. Ну то есть получается. То есть сила оппозиции в чем должна быть? Я считаю, в открытости. Если бы они вот так собрались, 50-60 человек, да, и значит в прямом эфире вот надо было включить камеры онлайн, вести заседание. Нет, но это же происходит. Это был Курултай, до этого был Курултай, который они проводили там. Нет, это да. Но сейчас они... В прямом эфире все, как вы и говорите. Власть сейчас что говорит? Власть говорит то, что вот эта вот, значит, встреча, да, встреча. Эта встреча была к тайной, кулуарной, закрытому. Заговор. Заговор. Они планировали, как свергнуть власть. А где доказательства? Где доказательства? Какие-то отрывки, аудио. Понятно, что нет. Мы же многократно выпускали заявление, что дело носит политический окрас. Но сила оппозиции. Вот я в чем... Почему вот в Турции, посмотрите, Кемаль Калачдару набрал 44%, а этот Эрдоган 49%. Почему так? Почему в Европе оппозиция набирает много и власть тоже много набирает? Почему? Дело в том, что оппозиция там умнее, сильнее, мудрее и более как-то профессиональнее. А я думала, что власти умнее. Они такие говорят, нет, что это 100% или 90% это слишком нагло. Давай-ка вот в переделах это. Они такие, ой, я же просила не настолько, а вот теперь придется второй тур проводить. Нет, нет, нет. В Турции, например, да, в прошлом году был такой случай. В 2020 году там были выборы мэров городов, знаете, да? И в важнейших городах Турции это Анкара, Стамбул, Измир. Друзья Эрдогана проиграли выборы. То есть его члены партии, ак-партии, они проиграли выборы ДжХП. Это было особенно больно для Эрдогана, особенно Стамбул, потому что он сам был мэром Стамбула многие годы. Он очень привязан к Стамбулу, он сам голосует всегда в Стамбуле, то есть он до сих пор прописан там. И поэтому он отменил итоги выборов в Стамбуле, отменил итоги выборов и, значит, сказал, что там были подкупы со стороны Экрема и Мамугу из оппозиции, да? И, значит, он что сделал? Он обвинил его там, на него возбудили уголовные дела и, значит, сделали повторные выборы. И вот если в первых выборах кандидат Эрдогана проиграл на 10 тысяч голосов от Экрема и Мамугу, да, то на повторных выборах он уже получил на 800 тысяч голосов меньше. Ну, то есть... И тогда Эрдоган уже признал, что все, Стамбул потерян, и оппозиция пришла там уже к власти, и они полностью там возбуждают Новый Голос, Анкара, Измир, вот это все. Теперь у него остается вот как бы регионы, да, какие-то, но в Турции есть система сдержек и противовесов. То, что заложил когда-то Ататюрк. Сильные местные самоуправления, избираемость местных властей, сильный парламент, то есть очень много создано вот таких механизмов. Например, выделя бюджет, например, милиция, например, подчиняется у них по закону, милиция подчиняется Министерству внутренних дел, как бы, да, центральной, в Анкаре, то есть президенту практически, да, но финансирует милицию как бы местные органы власти, то есть мэрии. И поэтому, если и Крыма-Магула захочет, то он не будет выделять деньги милиции. И поэтому там и милиции, и силовые структуры приходится считаться как с властью, так и с оппозицией. И поэтому там не будет перегибов, там не бывает перегибов, таких, какие у нас бывают. То есть силовые структуры никак не зависят от оппозиции в нашей стране. Или даже от кого-то внутри власти, они зависят только от одного человека, да, только от одного или двух человек, вы понимаете, да. Вот эту систему мы каждый раз пытаемся того человека, этого человека обменять. Но это неправильно, да, мы должны подходить системно к этой проблеме, системно и смотреть. А что, если мы сделаем, да, изменим в этой системе, получится так, что им придется как бы иметь дело со всеми и уравновешивать вот ситуацию, чтобы не уходила из правительства. Давайте вернемся в нашу страну. Вот смотрите, партия социал-демократы, когда Атамбаев сидел, проводила акции протеста. Была такой достаточно жесткой оппозицией, когда был Сорумба Джимбеков президентом. И боролась очень активно за то, чтобы вытащить и Атамбаева, и других политических заключенных из тюрьмы. Сейчас партия социал-демократы тоже мы видим, что в тюрьме сидят политические узники, политические заключенные, но акции не проводятся. Ягкая оппозиция. То есть вы за своих боролись, а за других не будете бороться? Я вот так сейчас это вижу. И это не только мой вопрос, этот вопрос может возникнуть у других зрителей. Да, вот спасибо за вопрос. Значит, буду отвечать. Во-первых, с момента посадки, вы говорите, практически никто не сделал заявление, это правда, кроме нас. Значит, мы, как политическая партия, 5-6 раз выступали с официальными обращениями. Кроме этого, я лично писал даже руководство страны и в Телеграм, и так, и официально, и неофициально просил, чтобы хотя бы женщин освободили это первоначально, когда это только происходило. Выступали заявления. Алмаш Шенчу и Атамбаев три раза выступил по этому вопросу, в том числе последний раз уже будучи в Испании, вот 7 апреля он также сказал, что необходимо пересмотреть данный вопрос. Значит, на встрече в той же в Дубае, насколько вот Азатык написали, другие написали, что там Роза Исааковна Атамбаева, Алмаш Шенч Атамбаев вдвоем поднимали вопрос по Кемперабаду, что необходимо освободить. Кто столько сделал? Никто нисколько не делал. Причем это еще при том, что многие из задержанных в свое время активно принимали участие в том, чтобы посадить нас в том, чтобы активно чморили, были инструментом в руках властей и так далее. Несмотря на это, мы, значит, наступили на горло своего эгоизму, потому что закон должен быть один для всех. И вот то, что мы видим, что проходят незаконные вещи со стороны следствия органов и так далее, мы все равно пытаемся как-то их защищать и за них заступаться. Несмотря на все то, что они совершали в социализации. Ну а по вашему мнению, каковы перспективы вот этого Кемперабадского дела? Ну каковы? Не зря же они секретность продают этому делу. Это бесперспективное дело. Это бесперспективное дело. Это бесперспективное. Почему? Потому что что такое переворот? Чтобы был переворот, нужно найти у них дома там граната, оружие, очень много автоматов, там еще что-то. Кто-то что-то может сказать, это бабушка тоже может сказать, там сидя на кухне, там надо, чтобы власть ушла. Понимаете, да? Или еще что-то. И что теперь, ее надо посадить на 20 лет, что ли, по попытке государственного переворота. Или каждого больного человека, который, так говорят, может сажать. Понимаете, да? Это же неправильно. Одно дело сказать, там желание озвучить. Другое дело подготовка. Это очень тяжелая вещь, понимаете, да? Подготовка государственного переворота. Ну а зачем, когда продолжают вот держать, мариновать вот это все? Я не знаю, я даже понятия не имею. У вас не возникает ощущение, что они просто сидят как заложники, чтобы остальные молчали, глядя на них? Ну видите, это же, на мой взгляд, что это не помогает. Я вот после этого, да, еще больше только вижу в Фейсбуке, в Инстаграме, еще больше только вижу негатива и хейта и всего остального и прочего. Ну, наша вот оппозиция и властям надо научиться работать друг с другом, конечно. Ну, как вы это видите? Это как раз была попытка. То есть, потребовать какого-то обнародования документов. Мы, например, документы по Акимбирабаду до сих пор не видим. На что мы выменились? Мы не видим, да. Какие земли мы получили? Это была как раз попытка донести позицию власти до народа, до людей. Я вот не хочу быть, вот сейчас, я же, вот, видите, мы пытаемся как бы привести к общему знаменателю события, Я вот вам расскажу, что я слышал вот от представителей властей по данному вопросу, да. Вот они говорят, они организовали свой протез, митинг в Узгене, да, большой митинг сделали. Мы туда отправили губернатора, говорят, да, чтобы он информировал общественность. Губернатор вышли, ему люди не дали, вот, ни президенту, ничего, не дали, вот даже слово выступить. Мне говорят, ну это хорошо, говорит, или нет? Вот действительно, мы должны признать, что это плохо. Даже если это оппозиционный митинг, если есть вот власть хочет прийти, принять участие и высказаться, то это наоборот, надо это поддерживать. Второй момент. Президент, вот, до этих посадок, да, он организовал закрытую встречу, куда, я так понимаю, были приглашены вот большинство из тех, кто сегодня задержан, да. На той встрече президент и они имели как бы общий большой диалог, получается, видите, да. Это плохо? Нет. Я считаю, что это отлично, что президент недовольных собирает, да, вот встреча и им объясняет, рассказывает. Почему вот эта встреча закончилась скандалом, я не понимаю. Вот почему. Первое. Мне кажется, что организация вот этих встреч была очень слабой. Почему? Потому что я так понимаю, что она должна быть заранее, все должны быть заблаговременно уведомлены, должна быть составлена программа, кто говорит, кто выступает. Потом, сколько выступает президент, сколько выступает кто, прения, потом, какие карты будут предоставлены, какие документы будут показаны. То есть, это все должно проходить в формате конференции, понимаете, да, культурно. А там как получилось? Я, насколько я слышал, насколько я понимаю, там вот они собрались, президент встал, там начал докладывать, потом начались вопросы, да, кто-то начал хаять, кто-то Те начали перебивать этих, там началась словастная перепалка, начали оскорбления друг друга, ругать друг друга, и все это вылилось в хаос и так далее. Я помню, Рита Карасартова, когда вышла из этой встречи, она сказала прямо, что мы не получили ответов на наши вопросы. Хотя, на самом деле, надежда на эту встречу была, что эта встреча разрешит противоречия. Да, но видите, там не было хорошо, я так понимаю, нехорошо было это все организовано. То есть, получается, из-за плохой организации сегодня люди сидят? В итоге, да. То есть, по сути, кто должен был организовать эту встречу? Кому нужно было объясниться? И кто этого не сделал? Вот в этой ситуации кто должен сейчас... То есть, глава государства должен посмотреть, да, действительно, оппозиция недовольна. Но почему она недовольна? Значит, плохая работа ведется со стороны администрации президента, отдел по работе, связи с общественностью, с гражданским обществом, а также отделы по работе с информацией, да, то есть, они должны были более лучше работать, более активно работать. Но этого взаимодействия сегодня нету. Этого взаимодействия нету. Более того, вот эти же отделы при администрации президента, наоборот, пытаются сделать так, чтобы президент был отделен от гражданского общества, от средств массовой информации, от прочих других важных институтов. Ну, примерно то же самое вот это мы сегодня наблюдаем при обсуждении закона о СМИ, проекта закона о СМИ. Когда даже вот рабочая группа обвиняет Марата Укушева, кто, как я все время забываю полностью должность, в срыве работы, что ни разу не пришел. Ну, я сам член рабочей группы, там не было диалога совершенно, да. То есть, вы говорите, что должен диалог, а диалог... Видите, администрация президента, она абсолютно саботирует, саботирует все, что есть. И вот недавно я прочитал книгу Майкла Барбера, это советник Тони Блэра в Великобритании, очень известный консультант по управлению, он советует многим лидерам государства. И вот он говорит, я встречался с более чем 100 руководителями, президентами отсталых стран. Ну, как отсталых, их называют страны третьего мира, да? Развивающиеся. Развивающиеся. Помягче, еще мягче. Да, вот и он говорит, я понял, говорит, только после 100 встреч с различными лидерами третьего мира, я понял, говорит, почему там автократии. Потому что, говорит, вот они все, говорят, у них есть хорошее желание что-то сделать, да, что-то совершить. Потом они приходят к власти, дают эти задания, то есть, вот, ну, собирает правительство и говорят, сделайте, чтобы народ был богатый, сделайте, чтобы были заводы, сделайте, чтобы не было мигрантов, например, да, все. А потом идет время, там, год, два, три, и видит, что этого ничего не происходит. И он считает, что, значит, все саботируются. Он что начинает? Усиление вертикали власти. Усиление государственной вертикали. Оппозиция это встречает, и средства массовой информации это все встречает, как подготовку к созданию диктаторского государства, да? Соответственно, президент считает, что это выступление против него и попытка государственного переворота. И начинает принимать меры, да? И вот так вот уже окончательно устанавливается диктатура. На самом деле, совершенно, на мой взгляд, правильные соотношения, потому что вот у нас мы смотрим, как вот Садыр Джапаров, Кумабир, Пакиф, Алмазбек, Атам. Мы как бы по личностям смотрим, но глобальные эксперты на все это смотрят, как X, Y, Z, просто, да, как уравнение смотрят. И они видят все проблемы, которые у нас есть. Все из-за несовершенства нашей государственной системы управления. Все несовершенство государственной системы управления. Вот по поводу Садыра Джапарова, раз уж начали. Садыр Джапаров сам прошел через тюрьму. Садыр Джапаров сам лично, как он говорил, организовывал вот эти вот сап-группы, он сам сидел в интернете. И потом он, как он говорил, сам сидел в интернете. У меня вопрос такой, как по-вашему, насколько Садыр Джапаров владеет объективной картиной происходящего в стране? Или же у него тоже папочки приносят, и он смотрит на все через... Нет, я думаю, что он очень хорошо информирован о событиях в стране. Я думаю, что он продолжает держать руку на пульсе. Потом рядом с ним вот есть люди, которые, конечно, я вот рассказываю, да, о тех, кто его не... Как бы, кто ему строит козни, внутри же его коллектива. Но там же есть и люди, которые действительно его всем сердцем поддерживают, его любят, уважают. И я думаю, что они доводят до него всю информацию. Полное. И причем он сам тоже это... Ну, видите, там силы не равны. Это в любой администрации всегда так. Я просто чего-то, может быть, не улавливаю. У нас президентская страна. Кадров, которые с ним работают, он выбирает и может, имеет возможность по закону выбрать сам. Так вот, может быть, если бы он видел проблему, он бы все-таки подобрал кадров, которые готовы работать так, ну, по его заданной траектории. Это система. Или если вот эти вот кадры мешают работать, в чем проблема заменить? Ну, глупо говорить о том, что потом президент, как следствие, занимается усилением вертикали власти, если изначально он обладает достаточными ресурсами и законными актами для того, чтобы эту власть вокруг себя сделать нормальной. Ну, так, может быть, проблема все-таки в голове, а не в шее? Да. Я думаю, что проблема в том, что президент не чувствует за собой большой системной поддержки для того, чтобы проводить какие-то реформы. Но он почему-то и не идет на поиск как бы альтернативных союзников. Вот, понимаете, да? У него же есть союзник, вот там, ближайший его соратник. Ну, вот, да. Эти союзы, вот именно, то есть он зависим от своего союза. И этот союз, он имеет свое мировоззрение. То есть эти люди, они имеют свое мировоззрение, что надо здесь строить совсем другую страну, вот типа Туркменистана или Узбекистана, понимаете, да? Они считают, что эти страны развиваются. Вот если с ними поговорить, вот идти, поговорить, вот вести диалог, да, они действительно считают, что многие страны, вот азиатские, они развиваются, и тут идет большой успех и так далее, и тому подобное. Что нам нужно строить типа такого государства. Естественно, человек подвержен какому-то влиянию и давлению. Но к чему хочу я призвать, да? Первое, пока мы не сформируем средний класс, да, вот средний класс в стране, чтобы не было слишком богатых и слишком бедных, понимаете, да? Вот когда будет средний класс и будет хороший доступ к хорошему образованию, только тогда мы можем действительно качественно изменить ситуацию. При всех прочих событиях нет, невозможно изменить собой. Вот поменяли власть, например, Саурамбай Джеймбеков, ужасный президент, то, сё, да, что хорошо стало? Сейчас вот кто-то скажет, еще надо поменять, кто-то скажет, и что будет, что получится дальше? Вот как вы думаете, что получится? Те действия, которые делает Садар Джапаров или, в общем, вся эта власть, они за два года как-то поспособствовали тому, чтобы средний класс стал, начал расти? Да, они так думают, вот смотрите, они говорят, мы подняли зарплаты, мы подняли то, мы построили то, мы построили это, они об этом, обо всем говорят. Но в целом мы видим статистику, да, что в среднем уровень жизни падает, очень сильно падает. Это связано с инфляцией, это связано с ростом цен на продукты питания, на все, на все, практически на все. Связано с уменьшением производства, и вы понимаете, очень большой... Но это же их работа, подождите, чтобы не росли цены, чтобы росло производство. Как вы оцениваете борьбу с коррупцией, особенно в связи с того, что Садар Джапаров сказал, что у нас теперь будет такая политика, министры будут, подозреваемые в коррупции, будут платить и отпускать, а вот эти вот, которые... Обезжиренно свободен. Да. Ну видите, это тоже, этого же в законах пока нет уже. Это должно быть в рамках закона, понимаете, да, вот уголовный кодекс, вот открывайте, и там должно быть написано, например, кража или коррупция. Коррупция, да, коррупция наказывается сроком, там, такой-то, такой-то срок с конфискацией имущества, там же это прописано. Они признали вину, выплатили. Они признают вину, выплатили, но это нарушение, понимаете, да, вот уголовного законодательства, это нарушение конституционного устройства. И по большей части это еще страшнее, чем революция. Мы же говорим, что такое революция, революция, это посягательство на конституционный строй. Но вот такие судебные решения, такая политика, это также покушение на конституционный строй. Почему? Как, почему? Потому что они нарушают законные конституции. Нет, я еще думаю, смотрите, мы говорим, что борьба с коррупцией требует системного подхода. Но вот это вот, оно же создает новую систему, в которой, наоборот. Ну, конечно, если попался, то вот это отдал и дальше живешь. Про десятину там какую-нибудь, даже меньше. Конечно, конечно, конечно. Поэтому... А если не попался, то не отдал. А если не попался, то и не отдал. Успешный джигит. И это вообще нарушение закона, потому что, прежде всего, если мы хотим, вот выработали, да, если вот президент считает, что мы вот такую политику будем делать, да, то он должен в администрации поручить, администрация должна подготовить соответствующий проект закона. Да, парламент должен это одобрить в трех чтениях и принять поправки к законодательству, что отныне, да, коррупция у нас доказывается вот такими типами путем, да, или, например, таким-то путем. Но этого же нету. Как мы, на основании чего суды принимают такое решение? На основании вот чего? Это вообще непонятно. Вот любому суде написано там, у него есть вот кража от сток и до сток и лет с конфискацией имущества. За каждое преступление все предусмотрено. Он не должен придумывать что-то свое. Вот сегодня, получается, судьи придумывают что-то свое. Судьи ли? А? Судьи ли. А судьи боятся. Поэтому что они делают? Они говорят, пусть следователи ходатайствуют. И теперь прокуратура и следователи ходатайствуют отпустить. И тогда они уже говорят, вот мы имеем право, потому что такое вот ходатайство поступает от прокуратуры. И адвокаты как бы не, наоборот, тоже поддерживают. Решение принимает судья. Решение-то за судьями, да. То есть они каждый, а в свою очередь прокуроры надеются на то, что, а суд же мог, а мы не знали, суд же мог нас поправить. Суд же мог нам отказать? Суд же мог нас... И вот они, вот, как сказать, вот видите, как я только что сказал, вот есть система сдержек и противовесов для недопущения произвола, да. В нашей стране, наоборот, очень много существует системы сдержек для того, чтобы сохранять стабильность произволе. То есть чтобы этот произвол постоянно сохранялся. И вот эти системы сдержек и противовесов нужно ликвидировать. Для этого нужно провести показательные суды над судьями, следователями, прокурорами и прочим. За 30 лет нашей практически независимости такого не было, к сожалению. Показательных судов надо такими судьями, прокурорами и прочим. А как думаете, будут? Есть ли вообще вероятность, что у нас когда-то эта система превратится? Будет, потому что, вот, понимаете, да, время все равно идет вперед. Все равно будет развитие, все равно вот сейчас умные, сейчас все умные, вот молодежь вся умная. Куда не пойдешь, у нас очень много прогрессивных людей, очень много прогрессивных идей. И я вижу, что ситуация кардинально меняется. И вот я даже смотрел в 20-м году итоги выборов, вы увидите, да, если посчитаете, что Микеном Кыргызстан, Беремдык и Кыргызстан, три партии власти, подкупающих, да, они в совокупности набрали 500 тысяч голосов, да, там. И в то же время, например, да, все остальные оппозиционные партии тоже набрали столько же. То есть, если бы оппозиция не дурила бы голову всему народу, да, а смогла бы объединиться, например, как в Турции, как в других странах, да, во время выборов, да, создать единую какую-то платформу, идти на ВТО, естественно, была бы победа, и вот эта система, она пришла бы в уравновешивание. Потому что, если 60 депутатов оппозиционные, из 60 провластные, да, то это создается огромный механизм для, создается возможность для вот этого балансирования. Но, к сожалению, оппозиция плохо организована. Вот, например, выборы в Горкинеж. Да, я предлагал и партии, и реформа, и всем, да, давайте объединяться. Вот, но вы увидите, что по процентам, да, социал-демократы идут впереди, выше. Ну, давайте все к нам присоединяйтесь, но вы же будете депутатами. Какая разница, как называется партия? Если бы реформа была бы выше процент, мы бы тогда в реформу вошли бы, но у вас же ниже. Давайте к нам вот. И сейчас сидели бы депутатами, сейчас у нас было бы 15 мандатов. То есть, скажем, 7 тысяч голосов реформы, они просто сгорели. Потому что они не прошли порог, скажем. Теперь они не представлены ни в городе, и партия как бы, и произвол как бы увеличивается, потому что 5 мандатов из 45 для нас очень мало. Например, чтобы в городе поменять как-то кардинально как-то ситуацию. То есть, и оппозиция, и вот те, кто, они должны понимать, что они тоже ответственны за судьбу государства. Но, может, они думали, что нехорошо бы с вами объединяться, поскольку у партии социал-демократа есть определенный флер, как бы, ну, в том плане, что многие, некоторые люди, да, говорят, что вот столько лет там эта партия была у власти, да, и ничего хорошего не было, и вот зачем к ним присоединяются, вот может такое вот. Ну, они вот так могут считать и так говорить, но итог вот какой итог есть. Ну, остались без мандатов. Остались без мандатов, и ничего нет, вот и потом тоже. То есть, это неправильная политика, потому что если каждого вот друг друга там копать под друг друга, то можно миллион вещей найти. Вот, например, тот же Токебаев в интервью 15-го года, вот, например, в СМИ, вы можете найти, он там перед народом, как мы пришли к власти всего лишь прошло 5 лет, там он говорит, но мы вот это сделали, вот это сделали. Он себя считал частью власти. Это только в 16-м году начались конфликты, а так они входили в правящую коалицию, они назначали гемпрокурора, своего однопартийца Утербаева они сделали премьер-министром, назначали Алмамед Шахмаматова министром юстиции, то есть они участвовали во всей этой, Господи. А когда возбудили уголовное дело, сразу вдруг стали оппозиция иновсевика, да, то есть это неправильно же. То есть все эти годы они существовали и входили в правительственную коалицию, и их люди были во власти. А сегодня он посол Германии. Посол Германии, да. Какие сейчас политические партии имеют силу, хоть какую-то? Можете назвать, 3-4 партии. Я думаю, что политические партии сегодня не имеют сил практически в стране, как политические партии. Есть определенные люди, которые как партии нет, как института нет. Практически большинство, есть только один офис партии по всей стране, это партия социал-демократов. У других нет офисов, нет кабинет, какой-то штаб, нет только во время выборов. Нет, вы не найдете. Вот даже Атаджур тут, посмотрите, да, у них что, есть какая-то партия, где-то штаб вы видели их? Нет. Хорошо, а социал-демократы чем занимаются? Вот штаб чем занимается? Внутренней и внешней политикой. У нас очень много работы. Например, если вы посмотрите, сегодня, например, в Шопокове недавно одна партия стала вице-мэром по квоте нашей партии. В Чулпанате спикером стал член нашей партии. В регионах, то есть мы очень много сейчас работаем с регионами, очень много вопросов решаем, социальных, экономических. Вот недавно мы выпустили отчет за проделанные два года, вы видели, наверное, там очень много буквало. Семи тысяч обращений поступило за два года в общеприемную партии. Из них более пяти тысяч обработано и позитивно решено. Это от мельчайших проблем жителей городов и сел республики до более таких крупных и глобальных. Кем вы хотите стать, кем вы хотите стать через 20 лет? Куда вырастут? Неважно, кем мы хотим стать, важно, что мы хотим осуществить, какие мы хотим осуществить задачи. Наши задачи, они, в принципе, открыты, вы их можете найти в средствах массы, везде. Мы открыто говорим, что мы хотим построить сильное государство с сильными регионами, то есть передать власть местным органам самоуправления. Это очень необходимо. Второе. Разделение бюджета. То есть бюджет должен быть тоже направлен в регионы. Мишкек не должен решать, то есть кому сколько, где что строить, как это делать и так далее. Третье. Ослабление правоохранительных органов. У меня такой вопрос немного отвлеченный. Давайте поговорим про Камчебе Каташеева, главу ГКНБ. Потому что в январе он еще выложил пост, в котором сказал, что нужно прощать людей. Потому что Бог прощает, и как бы кто ты? Ты же не больше, чем Бог, дословно. И вы тогда отреагировали, вас очень тронул этот текст его, что да, действительно так и надо. И вы упомянули, что у Камчебе Каташеева на самом деле много есть положительных черт. А мы привыкли воспринимать вас как злого полицейского. Мы тут очень часто об этом говорим. Вот какие это черты? Положительные. У него есть чувство справедливости, вы так сказали, а люди наоборот думают о нем. У всех есть положительные и негативные черты. Я не говорю, что он не... Вы знаете, я один из самых больших критиков, в том числе Камчеба Каташеева. Я всегда думаю, что он всегда очень этим недоволен. Но понимаете, у каждого человека есть положительные стороны и негативные стороны. Но у него какие есть? Вот у него какие положительные стороны? Он открытый человек. То есть он открыт к общению, во-первых. До этого никогда председатели ГКМБ никогда не давали интервью, скажем так. Мы его зовем. Смотря кому, знаете. Давайте прямо здесь. Пользуясь случаем, пользуясь случаем. Еще раз. Еще раз позовем. Я уверен, что сотрудники его будут смотреть этот эфир увлеченно. Когда происходят события какие-то в стране, он может сразу полететь туда и решать эти вопросы. Он как пожарник. Там загорелся пожар, его туда направляют. Здесь загорелся пожар, его сюда направляют. Я вспомнила еще позитив. Он же дома строит, здания. Но тут тоже двояко. Вот, например, Калашникова. Ее недавно задержали. Это агентство по развитию туризма. Фонд развития туризма. Человек работал много лет в частном секторе. Он создал очень активный тур-бизнес. Когда Узбекистан открылся, Казахстан открылся, как свободные страны, тоже стали развивать туризму. Ездили, у нее брали советы. Она там обучала. Она действительно большой лидер, сильный. Ее зовут, пожалуйста, на государственную работу. Пожалуйста, давайте. Ее просят, просят, просят. Но она говорит, ну ладно. Пришла. Годик поработала. Вот такой, там даже меньше года, по-моему, состояла смету. Давайте будем развивать там горнолыжный кластер такой, пляжный кластер такой, 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 такой. Нам нужно организовать это, 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 это. Все. Правительство одобрило, поставили подписи, да, отправили в парламент. Парламент одобрил бюджет этой структуры организации, да, одобрил. Они начали это реализовывать. И вот теперь на полпути, значит, сажают, сажают и говорят, вот завышение. Завышения же нету по, вот, например, зарплаты такие-то. Утвержденные же они. Утвержденные смета. Правительством и парламентом. Расходы на вот это, ну они же утвержденные. И, ну так нельзя делать. Вот, да, как оппозиция, я сейчас должен был сказать, да, там, о, смотрите, какие там, сколько там завышений, смотрите, какие там зарплаты по-настоящему. Ну, надо быть справедливым. А где тогда ответственность парламента, где тогда ответственность аудиторских служб, которые до этого давали положительные заключения этим сметам? Правильно? Просто так у нас деньги не выделяются. Заключения Минфина, заключения все. Где это все? Почему теперь, значит, посередине, теперь, смотрите, теперь будет полный хаос. Почему? Потому что, во-первых, посадили, все проекты приостановлены, все это, реклама стороны зарплаты, все зарплаты, деньги никак не вернутся, зарплаты, как они вам вернутся, это все уже потрачено. И проект до конца не дойдет, то есть на полпути, вот так, зачем так делать, я вот понятнее. Зачем тогда создавали это? Это очень похоже на историю с наследием великих кочевников по форме. Вот этот холдинг, наследие великих кочевников, тоже создали структуру, выделили там какие-то огромные деньги немыслимые, потратили их на зарплату, на компенсации сотрудникам и закрыли. Зачем? Зачем? Вот, а кто несет ответственность? Непонятно, кого вот ставят, а где тогда глава правительства? Несет ответственность? Кто приглашал? Кто глава правительства? Президент. Кто просил? Кто вот это все делал? Почему? Вот это все. Мы опять вернулись к Садыру Джапарову, который сказал, я беру ответственность за все, да, мы меняем конституцию, да, мы делаем президентскую республику, да, мы увеличиваем мои полномочия, но я беру ответственность за все. Он так сказал, он так сказал, а ну в реальности мы видим что? Мы видим то, что Ахлбек Джапаров стал председателем кабинета министров, да, параллельно он стал руководителем администрации президента. По той же Калашниковой, мне вчера только сказали, что это именно Ахлбек Джапаров ее просил, привел, поставил, а сейчас вот как бы, как это так, то же самое и по другим там, прочее, 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 прочее. Алмаз Бещеналиева он привез, поставил министром этого образования, а потом, когда его посадили, например, даже, даже слова не скажут, но это неправильно. Я считаю, что председатель кабинета министров должен нести ответственность за свою команду. Сказали, что он очень опытный. Опытный в чем? При всех работах. Ваше превосходительство. При всех работах. Президент же, помните, президент же, он же в интервью прямо сказал, что он знает о коррупционных делах Ахлбека Джапарова. И он потом выплатил, его супруга потом выплатила в бюджет большие деньги. Кстати, до сих пор, по-моему, недоплатили они еще до сих пор какую-то часть средств. Он, кстати, сам, получается, его семья была осуждена за неуплату налогов. Как он может других вот... Ну вот поэтому и опытный знает, что, где, как. Состоялся визит, встреча в городе Сиане председателя КНР с лидерами Центрально-Азиатских государств. До этого, 9 мая, в Москве состоялась встреча Путина с лидерами Центрально-Азиатских государств. Разные совершенно мы слышим толкования всех этих встреч, если честно, запутались. Вот у вас есть какое-то объяснение тому, что происходит вокруг Центральной Азии на фоне того, что происходит в мире? Ну, конечно, сейчас происходит, так сказать, большая игра, как всегда, влияние за те или иные страны. Сегодня Запад, конечно, он очень активно всегда вел свою политику. Они практически изолировали Россию от большинства стран. Остается немного стран, с кем Россия может сотрудничать. Из-за того, что у России теперь вот поотрубались каналы связи со многими странами, да, вот эти все ресурсы, которые у нее были, теперь направлены на удержание того небольшого количества стран, с которыми сегодня сохраняются дружественные отношения, да. В свою очередь, Китай, Запад тоже стараются сделать все возможное для того, чтобы порвать эти каналы связи. И вот это вот, как бы сказать, то, что мы наблюдаем сегодня в Центральной Азии. Что касается визита нашего президента вот в Китай, вот мы сейчас обсуждали, значит, все негативные стороны, да, да, Садыра Джапарова, там, то, все, все, все. Вот теперь положительное. Действительно, отношение с Китаем было уничтожено при Суром Вайджейн. Было ликвидировано, антикитайское настроение было на пике, да. И вот президент Садыра Джапарова восстановил дружественные добрососедские отношения с Китаем. Это очень позитивно, это очень хорошо, потому что Китай должен быть тоже одним из наших стратегических партнеров, должен быть нашей дружественной страной. Как вы относитесь к возможности безвизового режима с Китаем? Вот Казахстан недавно вел, и вот наша МИД тоже говорит, что предлагает Китаю ввести взаимный безвиз, чтобы мы могли, чтобы Китай, граждане Китая могли к нам приезжать, и чтобы мы могли безвиз приезжать, сейчас, сейчас говорят, на срок 10-14 дней. В связи с этим в сетях появились такие, опять же, антикитайские настроения, скажут, что вот, опять к нам эти китайцы приедут, на-на-на-на, нас всех поглотят, и все такое прочее. Вот, как вы к этому относитесь? Во всем есть риск, вот, как вы говорите, во всем есть риск. Для того, чтобы вводить такие инициативы, да, необходимо реформировать нам пограничную службу, реформировать нашу... Даже сейчас, да, вот, милиционеры, да, участковые не знают, кто у них на участке живет. В нормальных странах, да, вот, какое-то происходит убийство, происшествие, да, за пять секунд раскрывается дело. Почему? Потому что каждый милиционер на участке, микроучастке своем, да, прекрасно знает, кто живет, кто способен на это, кто не способен, у кого какие мотивы и так далее. У нас хаос, никто не знает, кто где живет, сколько людей живет, кто это самое, этот хаос. Мы даже в своем населении не можем разобраться, кто где живет, где нам надо строить школу, где не надо строить школу, где надо прокладывать дорогу, где не надо... А как мы будем иностранцев контролировать их потоки и то, что они уехали или не уехали, как мы это будем контролировать? Необходимо сначала подготовить государство для того, чтобы смучить их всех... Может быть, наоборот, для нас будет плюс, потому что, ну вот, пиночек для того, чтобы подготовить, да, это во-первых. А во-вторых, ну, гражданам Китая, они сюда без проблем, в принципе, приезжают. Это нам проблема... И не визовый режим. Да, визовый режим, но все равно получить и нашу визу не так проблематично, как и нам получить китайскую визу. Но понимаете, когда будет без виз, они откроют туристические направления, естественно, они будут группами приезжать большими и так далее, и так далее, и так далее, вы увидите. Потом китайцы — это народ, который любит свободу, если они вот получают свободу, они захотят здесь. Потому что в Испании, в Германии, в Бельгии, в США, везде китайцы, которые туда приехали, да, они так основали там, организовали чайна-тауны, везде, вы знаете, да, это все... Потому что это очень предприимчивый, очень сильный, умный народ. Естественно, им понравится, в нашей стране они захотят здесь остаться и прочее, 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 понимаете? Ну, плюсик, конкуренция... Ну, вот, конечно, неплохо, но мы должны быть к этому готовы. Почему? Это я говорю. Вот, например, когда в России началось вот это, вся вот это военное действие, да, с Украиной, то огромное количество россиян ведь стало выезжать в разные страны, да, в том числе и в Кыргызскую республику, да. Смогли ли мы организовать достойный прием? Нет. Во-первых, мне кажется, что мы для этих релакантов показались не совсем дружественными, такими доброжелательными. И, в то же самое, для наших граждан тоже был это минус, потому что повысились цены на квартиру. То есть надо было немедленно создать комиссию, по тому, которая должна была бы выявлять из них, например, профессионалов, прочих людей, да, предлагать им гражданство, оставлять... Это же сделали и в Казахстане, и в Узбекистане. То есть они создали специально, временно создали государственные органы, которые занимались тщательным анализом всех тех, кто приезжал из России, и, значит, они подбирали, куда же, как же они могут использовать каждого. А вот они отсеивали, сразу предлагали работу, устраивали, то, сё, организовали совместные акции, ассоциации, добавляли их туда-сюда. И вот за эти полтора года, да, и Узбекистан, и Казахстан, они максимально отсеяли, большинство русских они оставили, то есть качественных, если так можно выразиться, владеющих, значит, высоким образованием, нуждающих, их не владеющих соответствующим ресурсом, прочее, прочее. Мы, в свою очередь, что, приехали, каждый из них сами по себе они были, понимаете, да, не могут там найти, в итоге почти все уехали. Остались только те, у кого вот денег только на нас хватает, понимаете, да, вот, хотя возможностей тоже было много, потому что когда к вам едут очень больше, в своё время, Кыргызстан, почему мы в 90-е годы, нам было плохо, да, вот почему был, потому что как только страна развалилась, да, то все от нас уехали, все практически. То есть самые сильные врачи, учителя, инженеры, механики, очень много же у нас было русских, евреев, полиполитов, немцев. Остались только у вас деньги только. Только на немецах. Кому не было выезжать, к сожалению, так было. И мы должны были воспользоваться, когда едет очень большая профессионал, когда едут профессионалы, интеллектуалы, люди с высшим образованием, в хороших вузах, да, у людей, у которых есть, это самое, ресурсы. Их надо было абсорбировать, их надо было абсорбировать и интегрировать в наше общество. Но мы с этой задачей, к сожалению, не справились. С этой задачей вот хорошо справились в других странах. И теперь, как то же самое, по Китаю, но по Китай, совсем другой случай, видите, то есть они же как бы не бегут, да, там, как бы они сюда будут приезжать. Ну как, у нас есть ли учет, учет граждан, которые туда приезжают, заезжают? Нет, этого учета нет, к сожалению. Нам нужно заканчивать нашу беседу, традиционный наш вопрос. Верите ли вы в будущее Кыргызстана? Почему? Да или нет, и почему? Да, я вот сегодня... Вы сами свою жизнь, до конца жизни планируете связать с Кыргызстаном? Да, вот когда мы общались, я сказал, что я верю в будущее Кыргызстана. Почему я верю? Потому что я знаю, что у нас очень много умных людей. Я знаю, что судьбу любого государства, любого, решают люди, народ. И рано или поздно, да, вот эта критическая масса, количество людей, более прогрессивных, более идейных, их станет гораздо больше, чем тех, кто сегодня, вот как сказать, продается, поддается, прогибается и прочее, 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 прочее. Поэтому я думаю, что вот этот дух, некоторые говорят невоспитанность, но некоторые говорят самостоятельность, вот это вот, она идет уже. Самостоятельное, свободное поколение Кыргызстана, рожденные, так сказать, которые выросли в современном Кыргызстане, их станет гораздо больше, критическая масса наберется, и, наконец-таки, государство выйдет на путь устойчивого развития. Поэтому, единственное, что у нас есть, это недостатки в работе правительства, власти и так далее. Пусть так и будет всегда, то есть, единственное, что это у нас будет интересовать, это пусть это будет оставаться только вот так. Пусть у нас не будет других проблем, которые сегодня есть. Пусть они улучшатся. Вы свою жизнь видите в привязке к Кыргызстану, в дальнейшую? Безусловно. Хотя я вот сейчас очень много вынужден пребывать. Я вот посчитал, в прошлом году, я, оказывается, больше 150 дней был за границей, из 365. То есть, очень много приходится сейчас... Так завидуете. Нет, нет. Очень много сейчас приходится летать, ездить, встречаться. Вот сейчас у меня опять поездка в Панаму, потом в Монголию, потом в Соединенные Штаты Америки. То есть, очень много международных инициатив, на которые приходится ездить. Вы будете баллотироваться в президенты Кыргызстана, когда придет время? Дай бог, чтобы я сначала смог баллотироваться в депутаты. Вы же знаете, конституцию поменяли. То есть, в 20-м году мне можно было баллотироваться, а в 21-м году, оказывается, я младше стал или что произошло, непонятно. Я не смог баллотироваться. Но этот недостаток быстро пройдет. Да. Я про молодость. Вы будете баллотироваться в президенты Кыргызстана? Ну, дай бог, увидим. Все, если доживем, доживем. Если будут люди более способные, более... Я всегда уступлю. То есть, вы будете баллотироваться? Ну, если никого не будет, то придется, а что делать? Это покажет время, дай бог.